Здравствуйте! Я, доцент кафедры Джумана Варанова и Зулайвана, буду проводить у вас предмет этику менеджмента по теме «Деловые совещания как форма внутрикорпоративного общения». План, рассматриваемый первый. Типы совещаний, подготовка совещания, кто есть кто на ваших совещаниях, правила поведения на совещании, как контролировать дискуссию на совещании. Я хотела бы начать эту тему со словами Лия Кокко. Управление представляет собой не что иное, как настраивание других людей на труд. Деловое совещание – это общепринятая форма делового общения, группы по обсуждению производственных вопросов и проблем, требующих коллективного осмысления решения. Коммуникантами в этой ситуации становится коммуникативный лидер, например, руководитель подразделения, отдела или один из ведущих сотрудников, которому поручено подготовить и провести совещание. И участники совещаний, как правило, специалисты, в чьей компетенции находится данная проблема или те, кому придется ее решать. Можно различать типы совещаний в зависимости от управленческих функций. Например, в Ласово в книге «И проснешься боссом» рассматривается следующий тип совещаний. Первое. Совещания по планированию. На таких совещаниях обсуждаются вопросы целеполагания, стратегии, тактики деятельности фирмы, организации, ресурсы, необходимые для реализации планов. И второе. Совещания по мотивации труда. Обсуждаются проблемы производительности и качества труда коллектива, отдельных работников. Рассматриваются проблемы удовлетворенности персонала, причин низкой мотивации, возможности ее изменения, моральное и материальное стимулирование. Кроме того, предметом обсуждения на таком совещании становятся вопросы дисциплины, повышение включенности людей в дело, развитие у них придерженности фирме, корпоративной культуре. Третий тип совещаний – это совещания по внутрифирменной организации. Предметом обсуждения на таком совещании становятся вопросы структурирования организации, координации действий структурных подразделений, проблемы делегирования полномочия, внесение корректив в структуру или направление деятельности форума предприятия из-за изменений во внешней среде, вопросы ответственности и другие. Четвертый тип совещаний – это совещания по контролю деятельности работников, посвященные, как правило, обсуждению результатов той или иной деятельности, достижению поставленных целей, проблемам, срывов, низкой производительности, причинам этих явлений, обсуждаются вопросы коррекции планов и задач в соответствии со сложившимися обстоятельствами дисциплинарной ответственности работников, способов контроля и прочее. Пятый вид совещания – это совещания специфические для фирмы или предприятия. Обсуждаются оперативные вопросы управления в связи с ситуацией в фирме, инновацией и возможностей их внедрения. Проблемы выживаемости, конкурентноспособности, имиджа, фирмы, ее стиля. Подготовка совещания. Цель совещания – это описание ожидаемого результата, нужного типа решения, желательного итога работы. Тема совещания – это предмет обсуждения. Чем более точно и в нужном направлении сформулирован предмет обсуждения, тем больше шансов получить нужный результат. Тема должна быть актуальной, конкретно сформулированной и представляющей интерес для участников совещания. Очень важно выносить на совещание лишь те темы, которые не удается решить отдельным специалистам в рабочем порядке и требуется коллективное осмысление. Повестка совещаний – это, как правило, письменные документы, рассылаемые заранее участникам совещания и содержащие следующую информацию. Тема совещания, цель совещания, перечень обсуждаемых вопросов, время начала и окончания совещания, место, где оно будет проходить, фамилии и должности докладчиков, выступающих по основной информации, людей, ответственных за подготовку вопросов, время, определенное на каждый вопрос, место, где можно ознакомиться с материалами по каждому вопросу. Когда участники совещания информированы заранее о предмете обсуждения, тогда они могут не только предварительно ознакомиться с материалами, но и придумать конструктивные предложения по решению проблем. В тех случаях, когда люди превентивно неинформированы, на совещаниях высказывают мнение, точки зрения, что провоцируют дискуссию и не способствуют принятию эффективного решения. Время проведения. Телесообразно проводить деловое совещание в определенный день недели, за исключением внеплановых экстренных заседаний, желательно в конце рабочего дня или во второй его половине. Часто проводимые внеплановые совещания выбивают людей из рабочего ритма, снижают культуру делового общения, вносят сумятицу заранее спланированные сотрудниками мероприятия, поэтому злоупотреблять такого рода оперативными встречами не следует. Длительность совещаний не должна превышать полтора-двух часов. После двух часов непрерывной работы большинство участников по чисто физиологическим причинам становится безразлично. Как решится вопрос? Число участников. Оптимальное число участников в совместных обсуждений – 6-8 человек. Увеличение числа приглашенных резко снижает средний коэффициент участия или отдачи присутствующих, одновременно удлиняя совещание. Очень важно избавиться от стереотипа прошлых лет и приглашать на совещание по любому вопросу чуть ли не весь административно-управленческий персонал. Приглашать на совещание следует лишь тех руководителей среднего звена и специалистов, в чьей компетентности находится обсуждаемая проблема и кто способен решать вопросы. Кроме того, следует разрешить уход с совещания тех работников, чей вопрос уже обсужден, и приходить к специалистам не на все совещания, а согласно регламенту на момент обсуждения их проблемы. Важным условием эффективности совещания является способность его участников играть разнообразные речи – эксперты, адвокаты, оппоненты, черного, белого, генераторы идей, аналитика, критика, регистраторы ценных мыслей и прочее. Зарубежные менеджеры широко практикуют опыт делегирования по полномочиям по ведению совещания тем специалистам, кто наиболее компетентен по обсуждаемой проблеме. Во-первых, это способствует повышению ответственности за принимаемые решения и разных работников, а во-вторых, повышает активность участников по генерированию идей или конструктивных предложений. Замечено, что когда совещание ведет первый руководитель, да еще в привычном авторитарном стиле, то участники такого совещания стараются не высовываться, думают не столько о проблеме, сколько о самосохранении и зачастую одобряют решение, предлагаемое руководителем, не считая его эффективным из-за отсутствия выбора. Как говорил Геродот, чтобы найти правильное решение, нужно знать, какие еще имеются. А чтобы из нескольких предложений выбрать лучшее, нужно осуществлять или экспертизу каждого, плюсы и минусы, возможности снятия проблемы, наличие потенциальных проблем при внедрении прочей, или критику. Организация пространственной среды Рекомендуется во время совещания рассаживать его участников таким образом, чтобы люди видели глаза, лицо, мимику, жесты друг друга. Это способствует наилучшему восприятию информации. Однако, когда речь идет о внутрифирменных совещаниях, рекомендуют позаботиться о совместности персонала. Кто есть кто на ваших совещаниях? Руководитель совещаний легче, когда знаешь типологию людей, участвующих в нем, их интересы, причуды, вопросы, которые они, как правило, задают, стрессоустойчивость и прочее. Марк Кормак в книге «Секреты бизнеса для всех» предлагает некоторые типы персонажей, не обязательно плохих, за которыми нужно следить в ходе любого внутрифирменного совещания. Говорящие на чистоту – это люди, которые всегда честно высказывают свое мнение. Они не хитрят, у них нет задних мыслей. Это ценные участники любого совещания, но их необходимо защищать. Они склонны зацикливаться на мысли. Они, что лучшее оборона – это правда, и могут не столько положить конец спорам, сколько породить новые. Мученики. Они хорошо разряжают обстановку и быстро берут на себя ответственность, когда что-то пошло не так. Опасность в том, что они берут на себя вину через час быстро. Возможно, прежде чем вы сумеете докопаться, кто и что стоит у истоков случившегося. Третий вид – это каменные лица. Эти держат свои мысли при себе, а, возможно, делятся ими с боссом, после того, как остальные разойдутся. Годятся их предложения или нет, но вам постоянно приходится гадать, какую игру эти люди ведут и на чьей они стороне. Заводила болельщиков. Они усвоили поразительную силу слов. Вы правы, я никогда не думала об этом. Мне нравятся эти люди, отмечает МакКормак. Следующий вид – ораторы. Они эти начинают говорить мягко, потом расходятся, и даже через 15 минут не в силах остановиться, извергая из себя что-то режущее слух и оскорбляющее сознание. Проникновение в сути вещей подменяется у них эмоциями и краснобайством. Создается впечатление, что они из кожи вон лезут, чтобы убедить в первую очередь самих себя, а не вас. Обращайтесь с ними с осторожностью или вообще не обращайте на них внимания. Адвокаты. Для них все спорно. Хорошо то, что, подобно настырному обвинителю, они часто докапываются до правды. Плохо то, что они отнимают чересчур много времени и наносят слишком много ран. На совещание следует приглашать не более одного из них – разрушителей. Участники совещания, исполняющие роль разрушителей, слова не могут произнести, чтобы не погубить чью-то идею, чьей-то проект или чье-то самолюбие. Любители расслабятся. Они откидываются на спинку стула, поудобнее устраивают ноги, настраиваются на долгий приятный отдых и вовсе не торопятся решать вопросы, стоящие на повестке дня. Телесообразно встречаются с такими партнерами в холле или помещении, где нет стульев. Государственные мужи. Эти продвигают себя или заставляют двигаться вперед в совещании за счет умелого обращения с людьми. Теоретически таким государственным мужем только должен быть руководитель совещания. Правила поведения на совещании. Совещание проходит более оперативно и конструктивно, когда его участники информированы о правилах поведения в процессе делового взаимодействия. Кратко их можно свести к следующим правилам. Для руководителя. Начать вовремя. Второе. Сообщить о регламенте, о стоимости минуты. Согласовать правила работы. Уточнять повестку дня. Назначить ответственного за регламент и протокол. Предупредить о снятии выступлений не по существу вопроса. Предупредить о снятии эмоциональной оценки людей о событии, мнения вместо конструктивных предложений, сообщений по поводу. Если используется критика, то требовать ее конструктивности, называть конкретные факты и их причины, не переходить на личности. И высказывать по поводу действий и ошибок, предлагать пути решения проблем, устранение просчета и недостатка. Жестко вести совещание по сути экономичным целям, для этого обеспечить отдачу от каждого участника и придать конструктивный характер обсуждению в целом. Регулировать направленность и деловитость выступлений, для этого следует не допускать затягивания выступлений, стимулирование конкретность наличия содержательного анализа, реальных предложений, решений идей. Соблюдать корректность дискуссии. Использовать разнообразные приемы для активизации внимания участников совещания. Подводя итоги совещания, обобщить все сказанные, сформулировать выводы, определить задачи на будущее. Завершить точно назначенное время. В заключении оптимизировать ситуацию, настроить персонал на эффективную работу. Для участников делового совещания представлять себя в своих высказываниях. Говорите «я» вместо «мы» или без личной формы. Когда выступающий говорит «мы», он, как правило, избегает возможности взять на себя ответственность за то, что говорит. Если вы задаете вопрос, скажите, зачем его задаете? Что он значит для вас? Вопросы не должны оставлять сомнений в том, что почему они задаются. Целесообразно после прослушанной информации ставить вопросы по оточнению на понимание, на развитие и на отношения. Вопросы, начинающиеся со слов «как», «что», «почему», предпочтительные вопросы закрытого типа. Не рекомендуется на совещаниях использовать провокационные вопросы, как вопросы «ловушка». Они провоцируют конфликты и заряжают людей отрицательной энергией. Становятся причиной ухода от проблемы. В высказываниях будьте конкретны, ясно излагайте свои мысли, отвечайте за свои ошибки, выдвигайте новые идеи, отстаивайте личную точку зрения, будьте терпеливы и к инакомыслию. Не играйте роль ожидаемого от вас другими, оставайтесь самим собой, если не считаете нужным высказаться. Помолчите. Воздерживайтесь, насколько возможно, от интерпретации чужих идей и мыслей, выражайте собственную позицию, старайтесь не делать неоправданных обобщений, говорите не о поступках и мыслях других, а о вашем восприятии этих поступков и мыслей, то есть формулируйте суждение на языке «я» – сообщение, а «вы» – утверждение, например, вместо «вы тут ошиблись», скажите «мне кажется, что здесь вкралась ошибка». Как контролировать дискуссию на совещании? Психологи рекомендуют следующие приемы для управления ходом дискуссии. Для сохранения единства участников совещания, в случае возникновения инцидента, разрядите обстановку, сделать паузу, не принимать чью-то сторону до окончательного подведения итогов, не высказывать первым, если ты руководишь совещанием, свою точку зрения, поддерживать и не позволять нападать на новых работников, молодых специалистов, плохо ориентирующихся в ситуации. Для активации участников делового совещания нужно иметь оптимальную стратегию решения, принятие решения, создать условия для творческой работы, не использовать самому и не позволять другим оперировать деструктивной критикой или критиканством, не давать участникам совещания возможности выключаться из работы, не оставлять без внимания даже самые незначительные предложения, умело осуществлять руководство групповым взаимодействием в процессе принятия решений. Для фокусирования внимания на обсуждаемой проблеме основывается на конкретных фактах и веских доказательствах, записывайте все вносимые предложения, прогнозировать возможность внедрения предлагаемых идей, решений, проектов, наличия времени, ресурсов, материально-технического обеспечения и финансовых затрат. Для активации обсуждения предложений нужно задавать основные вопросы и дополнительные походы ответов на них, высказывать одобрение тем участникам совещания, кто вносит конструктивные предложения, побуждать возникновение альтернативных точки зрения, не допускать резких выпадов в чей-либо адрес. Чем выше температура дискуссии, тем хладнокровнее должен себя вести ее организатор. Оказывайте всестороннюю поддержку новым прогрессивным идеям, будьте готовы к отрицательному исходу коллективного обсуждения вопроса. Если нельзя выработать консенсусное решение, тогда идите на компромисс, не подавляйте мнение меньшинства, возможно, оно и есть перспективное.